Ну, у кого животик уже большой, подрос, то на диванчик, на кровать в ваше удобное положение, где вы можете находиться какое-то время. Остальные, кто не беременный, ложится прям на пол, на спину. Закрываем глаза, делаем вдох, выдох, полностью расслабили мышцы лица, чувствуем расслабление в области лба, бровей, скул, расслабили подбородок, губы, полностью расслабили все тело, делаем мягкий вдох и выдох. Представляем, что оказались с вами на берегу океана. Чувствуем под ногами мягкий, теплый песок. Чувствуем соленый, влажный запах. Уже ощущаем теплый бриз. Слышим шум волны. Наблюдаем, как к берегу разбиваются волны. Медленно, не спеша поднимаем взгляд вверх. Наблюдаем, как в голубом небе парят птицы. Видим, как медленно спеша поднимают белые и пушистые облака. Ярко светит солнце. Согреваемся от его света. Заряжаемся энергией. Чувствуем тепло в ладошках. Тепло растекается по всему телу. Делаем вдох и выдох. Рассматриваем себя изнутри. Следим, как бьется сердце. Чувствуем, как бежит кровь по венам. Ощущаем, как наполняется кислородом каждая клеточка нашего организма. Осматриваем весь вовнутренний мир. Каждый уголок своей души. Следим за своим дыханием. Делаем вдох и выдох. Возвращаемся в далекое детство. В самое беззаботное время. Качаемся на качелях. Рыграется с нашими волосами. Слышим голос мамы. Она зовет вас. Бежим к ней навстречу. Мама обнимает вас. Чувствуем тепло у ее рук. Запах ее волос. Чувствую мамину любовь. Заботу. Делаем вдох и выдох. Чувствую руки. Чувствую свои руки. Ноги. Каждый пальчик своих рук и каждый пальчик своих ног. Открываем глаза и не спеша принимаем вертикальное положение в лотос, полу лотос, делаем вдох, ставим вдох, почувствуйте тепло в своих ладошках. Это ваша энергия, ладошки становятся горячими. Спасибо за практику. Марафоновская группа, я вас еще раз приветствую на открытии марафона. С вами увидимся вечером, поежим, поболтаем, недельный эфир еще сделаю, а поговорить. Ну я думаю минут за десять до йоги выйду пораньше, немножечко, чтобы могла с вами уже более официально поздороваться, пообщаться. Да. Что со мной, у меня все отлично. Все хорошо. А вы имеете ввиду про это? Меняю образ для фотосессии. И вам, солнышки, спасибо. Вам хорошего настроения, прекрасного самочувствия и до вечера. Слезы вполне могут, да, шавас они могут и во время практики тоже может происходить отреагирование. Вам, девочки, спасибо. Тоже сердечки. Вот такие. Да, с вами еще раз здравствуйте. Это уже третий эфир получается у нас с вами. Спасибо. Да, похудела в плане, мышцы стало, совсем уже не видно. И по поводу стойки сейчас расскажу. Мне тяжело сейчас сделать стойку и вообще нагружать левую руку, потому что у меня был перелом. 9 марта в том году был очень сложный перелом. перелом лучевой кости, локтевой, лучевой, смещение, много смещения, осколки, порванные связки. В общем, у меня кисть висела как, ну, висела. Вот. И она очень долгая. До сих пор даже если иду в зал, я не могу, ну, максимум по 8 килограмм гантелей могу взять. То есть нужно хотя бы месяц прям активно-активно. Вот этот марафон я уже хочу посвятить и залу, и йоги, и всему. Потому что более не менее привела себя уже как-то в порядок в плане руку восстановила, можно нагружаться. Но вот все равно не на сто процентов работает. Вот по поводу марафона он у меня уже открылся. Набор я веду еще. на лыжах так упало, солнышки, на лыжах. У меня есть даже видеоролики, где мне вправляют руку. Как девушка одна, я помню где-то из, не помню где именно, в каких эфирах сказала, что у лов человека страшный матершинник. Она в операционном кабинете себе такое позволяла. Да, это материлась, потому что мне пять раз на живу вправляли руку. То есть после первого раза все эти сознания теряют. Мне причем сразу сказали, общий наркоз будем делать? Я говорю, есть хорошие? Нет, говорит, хороших нет. Тогда не будем делать общий наркоз. И то, что делают под общим наркозом, я делала в сознании. Но там маты единственное, что мне помогало, если честно. Это такая история интересная. Причем я сама с горы спустилась вот с этой рукой. И вот так держала, чтобы она просто не отвалилась. Вот так. Ну, она на мягких тканях держалась. Держалась, спускалась с горы. Боль адова, но пришлось просто с ней смириться. Знаете, ну, сознание терять нельзя, потому что надо что-то делать. Кто еще сделать, если не ты? Я ж не могу там на снегу валяться в мороз, там холодно и все такое. Я просто смирилась с этой болью. Уже забила, так сказать, на нее. И пошла. Пошла в травму. Посидела, подождала. Хирурга. Пришел, посмотрел на мою руку. Еще даже без снимка понял, что с ней. Сразу дал мне плитку шоколада. Я говорю, доктор, что совсем все плохо? Он говорит. Ну, я поняла, что надо мне сахар нормально себе поднять, на всякий случай, чтоб я не крякнулась там в этом кабинете. Вот. И ты что? Приступим, приступим. Тогда мне помогала вправлять руку еще сестра. Она тянула за одну сторону, он за другую. Потом пришел другой инструктор по лыжам, еще один мужчина. И уже с ним вправляли. То есть этот ролик у меня есть даже год назад. Посмотрите, 9 марта. Ролик. Я в красной маечке с гипсом. И там, если карусель посмотреть, там четко видно, как мне вправляют эту руку. Вот. И, конечно, я там матерюсь. Матерюсь, как сапожник. После чего... Нет, не боюсь кататься на лыжах. Просто негде. И после чего он спрашивает, а можно спросить, кем вы работаете? Вот тут вот было даже мне смешно. Потому что... Потому что там такой отборный мастер. Ай, доктор, блядь, пиздец. Короче, вот так. В кабинете. Слава богу, коридор был пустой, детей не было. Он говорит, не поверите. Ёкай психолог, да? Ай, доктор, блядь, пиздец. Зато помогло. Да, много энергии уходит. Особенно плохое, отрицательное, негативное. Деструктивное. Тридцать семь мне лет. Тридцать семь. Да, в Пятигорске как раз это дело было. Привет, Пятигорск. Ну, не совсем в Пятигорске, в горах. Так вот, марафон для начинающих, девочки. Я от темы ушла по поводу марафона. Вы спрашиваете, а я про лыжи. Пророку. Ну, почти год восстанавливаюсь. Зайка, ты? Что, солнышко? Ку-ку. Ты свой телефон нашлишь? А у меня там музыка, видишь? Я сейчас через пять минут тебе отдам. Сделаешь маме чай? С меня давно было. А кофе есть там? Кофе. Давай кофейку маме. Джахни. Угу. Ага, спасибо. Вот, по поводу марафона. Он у меня уже открылся. Это марафон для беременных. Сегодня была йога для беременных и для тех, у кого есть противопоказания к спорту. То есть, сегодня был наглядный пример, насколько вы... Привет, Юлечка! Насколько вы готовы? Насколько вам эта практика подходит? Я не люблю продавать свой продукт просто так и потом, как говорится, вам не понравилось и вы, в общем, верни мне деньги. Нет, я вам всегда даю возможность попробовать, протестировать, чтобы вы могли через себя это пронести и понять, насколько я ваш инструктор, насколько я ваш психолог, насколько вам это вообще все подходит. Если вы не можете забеременеть, у вас стоит диагноз бесплодие, этот марафон тоже для вас, потому что там будет как раз психология по данным темам. И очень важный момент – это энергетика марафона. Это мой подход, когда я защищалась, я писала диплом на эту тему для беременных, чтобы... Ну, у меня был диплом... Сейчас помню название. Хочу ребенка. То ли хочу ребенка, то ли хочу стать мамой. Ну, что-то такое просто банальное название. Я защищалась. И когда я объяснила свою всю суть, что я хочу, какие я хочу вести марафоны, какие я буду делать туры для тех, кто не может забеременеть, у меня мой педагог сказал, что это крутая идея, потому что совместить беременных и тех, кто не может забеременеть, это лучшее, что могло быть. Это действительно так. Это выстрелило. Это 50% беременности у того, кто не мог забеременеть. Девочки, которые приходят с бесплодием, прорабатываем. Знаете, это каким-то волшебным образом, как инфекция работает. Ходишь вокруг беременных, ходишь вокруг беременных и сама забеременела. Вот также здесь полгруппы у меня беременных, полгруппы небеременных. Так что, солнышки, беременные, этот марафон для вас. Я работаю с беременными женщинами. Я, в принципе, наверное, не знаю, гордо это звучит или не гордо. Я, наверное, единственный человек, который через интернет работает с беременными. Потому что все боятся, отмахиваются от беременных. Ну, брать на себя ответственность – это непросто. Но так как у меня у самой три ребенка, так как я еще и училась на инструктора по перинатальной йоге, то без проблем работаю с вами. Ну и, разумеется, в психологии помогаю вам избавиться от страхов, от фобий, которые происходят во время беременности. Все эти страхи известны. Страх перед родами, страх здоровья ребенка. Что, если я не смогу, если я сама умру. То есть я все это буду разбирать в марафоне. Готовить вас к родам, чтобы они были мягкие. Чтоб ваш ребеночек был здоровенький. Чтоб и вы быстро восстановились. Как я помню, прям во время эфира у меня эфир идет. Йога и девушка пишет. Марина, я в роддоме рожаю. Я говорю, эфир не мешает? Нет, все нормально? Да нет, говорит, я слушаю, дыхание вспоминаю. Потом пишет. Родила, все отлично. Завтра, говорит, уже послезавтра будут выписывать и опять к вам на йогу. То есть все, прям замечательно все прошло. То есть такое тоже было интересное дело. Ну вот, если есть желание, присоединяйтесь. Стоит мой марафон одну тысячу рублей. Тысяча рублей за месяц. Каждый день будут йога практики. С 10 февраля по 10 марта. Утром йога для беременных каждый день. Вечером йога для всех, кроме беременных. Два раза в неделю психология. Спасибо. Восемь вечера сегодня йога. В марафоне, я имею ввиду, не здесь. Здесь все. Я больше не буду делать прямых эфиров. Это был такой последний открытый тренинг. Да, йога будет. Вот они, мои марафоновцы. А йога будет? Марина, йога будет? Можно девушкам, онкам можно и нужно. У вас вообще отдельная история. Потому что для тех, у кого, ну когда я веду эфиры по болячкам, разбор болезней, то я там, ну совсем не мягкая женщина, я вам так скажу. Потому что болячки это ваше больное сознание. Надо с ним работать. И чем больше у нас обид, чем больше у нас злости, а это в первую очередь гордыня, чем больше мы не можем простить кому-то что-то. Не себе, блин, простить, а кому-то. Вот тем больше мы болеем. Чем больше мы в себе копим энергию, отрицательную энергию, тем сильнее и больнее она будет выходить. Выходить как? Через болезни. Тело начинает болеть. А куда этой энергии деться? Она же не может, она вас разорвет просто. Ей надо как-то выйти. Как я отношусь к фейс-фитнесу? Вы знаете, я замечательно к нему отношусь. Почему? Потому что он пришел из йоги. И все, что я даю в йоге, как вы видите, мое лицо тому пример. Я понимаю вот эти всякие подколы девочек. Вообщенька, ты хреново выглядишь. У меня там свекровь 60 лет выглядит лучше. Я все это прекрасно понимаю, откуда эти фразы. Тут такой момент, что... Ну, зависть. Я-то же не работаю завистью. Как я с ним могу работать? Ну, скажу так. У меня нет на лице ни нити, ни ботекса, ничего. Все только йога. Благодаря йоге четкий овал лица. Благодаря йоге у меня и кожа в тонусе, и все в тонусе. Вот. И фейсбилдинг он пришел именно из йоги. Это же новое такое направление. Модное, денежное. Потому что женщины хотят и стремятся выглядеть молодо. И как можно больше уделять внимание лицу, да так, чтобы без операций. Поэтому это фейсбилдинг называется. Я поэтому всегда говорю, я с большим плюсом к этому отношусь. Но надо не забывать, откуда он пришел. В принципе, почти в каждой асане задействованы мышцы лица. Ребенок с шизофренией вина родителей. Конечно, сто процентов. С ней можно работать. Я вам больше скажу, почти каждый человек на какой-то процент шизофреник. Вот. И из любого здорового человека за пять минут опытный психолог может сделать шизофреником. Из любого даже самого здорового человека. Найти его больные точки, докопаться до его страхов и сделать его шизофреником. Каждого человека можно. Но наша задача им не становиться. Понимаете? Все мы немножечко куку, не всех вычислили. Поэтому можно с ребенком поработать и будет абсолютно здоровый взрослый человек уже. Легко мне простить кого-то, как простить себя. Да не прощайте, корите себя. Корейте, корейте, пока не загнетесь, корейте. Как к вам никак не придет осознание того, что вы сами себя загоняете в болезни. Понимаете? Сами себя загоняете в болезни. А потом выходим из них. Спасите, помогите. Пока мы молодые, прикольно, вроде бы так, здоровья много, все отлично, я все могу. Я вообще царь вселенной. А как поджимает здоровье, так мы сразу бежим, паникуем и переживаем. И что делать? Не сегодня, через год, через два, через пять лет догонит. Потому что у нас сейчас в социуме сделано все, чтобы психосоматика накрыла. И она накроет, подлюка такая. Накроет, конечно. Спасибо, солнышки. Перестала работать щитовидка. Не только горько плакала. Щитовидка, это не только горько плакала или еще переживала. Горло, да. Горло отвечает как раз за невысказанность. А вот щитовидка, это творческое начало. Если вы к чему-то шли, то бесценщики вам палки в колеса. Это не твое, не трогай, не добьешься. Или пошли по профессии, которую выбрали вам родители, а не вы сами. Вот сейчас я смотрю, щитовидка, это в основном за сорок. Большой процент женщин, кому за сорок. И почему? Потому что раньше не было особо выбора за ребенком, за подростком. Куда я хочу идти, туда я поступаю. В основном как, родители, да. Мама сказала поступить в мед. Вот, потому что все мед. И я тоже иду в мед. Нет, алкоголь нельзя, когда марафон, солнышки. Мама сказала идти там на юриста, я пошла, на экономиста. А когда спрашиваешь уже взрослого человека, а это ваш был выбор? Разумеется, нет. Родители сказали, родители показали, куда идти, я пошла. То есть вы свое творческое начало полностью приглушили и закрыли. И сделали так, как вам сказали. Ну, мы же не можем отказаться от одного и жить в гармонии. Это как тело наше, как мы. Разум, душа и тело. От одного отказались, голова кружится при занятиях веге, это нормально. Месяц, два, до двух месяцев может кружиться. Тело адаптируется. Вы когда бегать начинаете, у вас одышка появляется. Вы же не паникуйте, потому что вы понимаете, что у вас сердце начинает гонять кровь. И сердцебиение становится другим, ударов становится больше. Это норма. Так же здесь, в йоге, головокружение. Это норма. Не бывает такого, чтобы вы вниз-вверх, вниз-вверх и голова не кружилась. Тем более с непривычки. Это у акробатов, они даже не заметят, что они делали. Потому что всю жизнь вверх-вниз. Угу. Чувство грудь. Девочки, грудь это чувство. Зона чувств. Любовь. Все это страдания, переживания. Он меня бросил, я его тоже. Вот это вот. На, же любят женщины. Он меня бросил. Господи, эту фразу на дух не переваривай. Он меня бросил. Ты вещь какая-то, что ли? Он тебя подобрал, а потом бросил. Ну, что вот это вот. Редко делаю пилинг. Так. На лице. Нет, вообще пилинг не делала. Я, если делаю, скарабирование. Прям пилинг я не делала вообще никогда. Голова, потому что пересиживаем в голове. Слишком дохрена думаем. Страхи, страхи, страхи. Завтрашнем дне думаем. А что там с детьми? А что там на работе? А если у меня это не получится? Вы представляете, сколько времени проводите в голове? Сейчас телефон стал фиксировать, сколько вы времени проводите в телефоне. Меня вообще на кол можно. Потому что я до 8 до 10 часов провожу в телефоне. То есть это, ну, дохрена. А вы представляете, сколько в голове сидим? Но я, правда, еще компенсирую все это практиками и фитнесом. Но если у вас нет активного образа жизни, а вы сидите постоянно в голове своей, то она разорвет ее скоро. Головокружение. Когда у вас нет порядка в голове, то уже головокружение начинается. Кипра, привет. 8, привет. Может, мне попросят? Да, почему бы нет? Идет час, практика идет час, можно на утреннюю. Она вообще для всех, девочки. Залетный марафон, он подходит для всех, абсолютно для всех. Не бойтесь, если вы не хотите беременеть, не бойтесь. Просто вы себе этой цели не ставите, и все. Почему волосы выпадают? Стресс. Опять же, почему именно после рождения ребенка в течение, там, первый месяц-два еще нормально, а через два месяца начинают сыпаться просто катастрофически? Почему? Потому что стресс в организме. Меняется гормон, перестраивается весь организм. Выпадают волосы. Если у вас стрессы на работе, в семье постоянные стрессы, выяснение отношений, волосы тоже будут выпадать. Они напрямую зависят от того, в каком сейчас мы находимся окружении. Если у вас бесконечный стресс, то, разумеется, у мужчин облысение. Вот здесь начинается по центру тоже, у кого работа такая тяжелая, много энергии уходит на работу, много переживаний тоже. Вот здесь волосы начинают. В семнадцать-две, может, это какая-то генетическая особенность, тоже бывает. Уже двадцать пять минут, ангелы мои, я буду сохранять эфир, иначе он опять у меня вылетит. В общем, марафон у меня уже стартанул. Стоит он тысячу рублей в месяц. До 10 марта я буду с вами каждый день. Каждый день будет йога, утром для беременных, вечером для всех, кроме беременных. И два раза в неделю будет психология. Во вторник у нас уже первая практика, будет первая сессия по психологии. Оплатить марафон можно до четверга. До четверга я веду набор. Вот внизу номер телефона, пишите в WhatsApp, участвую. Я сейчас выхожу из эфира и начинаю вам уже, я лично вам отвечаю на сообщения. Поэтому пишите, если какие-то вопросы есть, сомнения по поводу марафона. Там у меня бедро, у меня шея, у меня еще там девчонки пишут. Вот, я вам отвечу сама, дам ответ и расскажу, как оплатить и как перейти уже в закрытую группу Instagram на марафон. Спасибо, девочки. Вам хорошего настроения, прекрасного самочувствия и любви в каждом доме. Пока, да, сохраняю. Спасибо. 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 Спасибо.